Всем здорова! Привет! Возможно, вы сейчас нас не видите, но мы стоим прямо перед кадром, вот прямо здесь. Эй, привет, мы здесь. Ребят, ну хоть кто-нибудь включите хоть какой-нибудь свет, а? Как вы поняли, мы живем в России. И здесь не все улицы освещены. А если освещены, то не очень хорошо. И поэтому каждый пытается бороться с проблемой по-своему. Кто-то ходит с фонариком, кто-то ходит с факелом, кто-то ходит вообще без ничего. Но нам все это надоело, и мы решили самостоятельно бороться с этой проблемой. Но здесь все-таки как-то темновато и неуютно, так что давайте отправимся домой, и уже там расскажем вам все подробнее. По плану на всю аллею мы хотим выстоять примерно 20 столбов. 10 с одной стороны и 10 с другой. Каждый из столбиков будет снабжен одной лампочкой. И каждую из этих лампочек нам нужно как-то запитать. У нас было два варианта. Первый способ это на халяву запитать в трансформаторной будке. Правда, если мы туда залезем, мы потом вряд ли оттуда вылезем. И второй способ. Воспользоваться батарейками. Но проблема в том, что от одной такой батарейки нельзя запитать даже один маленький диод. Потому что здесь полтора вольта, а здесь необходимо три. Поэтому даже для маленького диода мы потратим две батарейки. Ну а теперь мы зашли в темное помещение и давайте включим диод. Вуаля! Он практически ни хрена не освещает. Этого как минимум недостаточно. Итак, мы поняли, что диод для нашей задачи не подходит. И именно поэтому мы будем использовать вот такую лампочку. Ну а чтобы запитать такую лампочку, нам потребуется не менее 170 вольт. А это как минимум 113 вот таких пальчиковых батареек. Ну а соединять между собой 110 вот таких батареек, тем более припаивать, это очень геморно. Поэтому в качестве подходящего аналога мы решили воспользоваться кронами. Их и соединять гораздо проще. И напряжение у них гораздо выше. Кстати, производителям было заявлено 9 вольт, а мультиметр выдает все 10. А теперь давайте проверим правильность наших расчетов. Что 18 крон должны запитать одну лампочку. Лампочка уже начинает светить, но это еще не вся мощность. Здесь 18 батареек, и теперь лампочка должна сработать на полную мощность. Выключаем свет. По-моему, достаточно ярко. Ура! После проверки мы можем приступать к следующему этапу. Мы начинаем делать столбы, на которых будут установлены наши фонари. Примерно вот здесь. Следом к лампочке нам нужно приделать контакты, которые будут идти к контактам батареек. Оттуда лампочка и будет получать питание. У нас есть два варианта. Паяльник и изолента. Работают они абсолютно одинаково. Здесь мы провода припаяли. А здесь примотали изолентой. Соответственно, я вообще не вижу смысла сидеть тут что-то шлифовать, нагревать паяльник, разогревать припой, по тысячу раз это делать, чтобы все получилось. По-моему, проще замотать изолентой. Ну и давайте посмотрим, что мы тут намудрили. Опля! Все работает, ребят! Теперь располагаем лампочку в ее законное место. Теперь ко всей этой конструкции из батареек, к плюсу и минусу, мы припаиваем проводки. Теперь, по идее, наши проводки от фонаря нам нужно присоединить к нашему, типа, блоку питания. Но у нас есть одно но. Теперь фонарик будет светить постоянно. До тех пор, пока мы не разъединим цепь. Чтобы решить эту проблему, к нам на помощь идет обычный выключатель. И теперь наш фонарик будет включаться и включаться, когда мы этого захотим. А еще у кнопочки прикольный фонарик. Ну, собственно, все. Осталось дело за малым. Один фонарик сделали, осталось всего ничего 19. Ну, типа, приступаем делать дальше. По-быстрому сейчас сделаем. Как раз темнеет. После того, как контактом всех лампочек мы присоединили провода, нам нужно было присоединить все лампочки к питанию, то есть батарейкам. Сперва мы хотели присоединить каждую лампочку к отдельному блоку из 20 батареек. Потом я подумал, нахрена тратить столько батареек, когда все лампочки можно просто соединить в одну единую цепь. Ну и стало очевидно, что от 20 батареек очень тяжело запитать 20 лампочек. Они как бы работают, светят, но светят очень тускло. Поэтому постепенно, понемногу мы начали добавлять батарейки. До тех пор, пока лампочки не начали светить так же, как и одна от 20 батареек. Вот примерно вот так. И для чистоты эксперимента мы решили проверить, через какой промежуток времени лампочки начнут тускнеть. И на наше удивление, лампочки прогорели целых 50 минут. И только тогда мы смогли заметить хоть какие-то изменения. То есть, в принципе, нам хватит такого количества батареек на очень долгое время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чувствую себя подопытным кроликом. Вокруг какие-то странные бородатые люди в халатах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И как вы поняли, то, что мы сейчас сделали, делали с Максом, это не просто так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, ребят, фонари это, конечно, круто, но гораздо круче, когда фонарь это ты сам. Да, очень здорово, ты передвигаешься, и свет всегда идет за тобой. Но, тем не менее, основной сутью этого видеоролика осветить улицу. Именно этим мы сейчас и займемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Твою мать, мы только начали нести. Что будет потом? Мы даже полметра не прошли. Ладно, продолжаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, самое время зажигать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, ребят, мы только что притащили все фонари, расставили, и сейчас мы совершим первую пробную попытку, посмотрим, что произойдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В каком-то из мест соединения просто два проводка соединяются. Это очень плохо, потому что нам невероятно долго придется все это искать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, мы доделали последние провода, и, я думаю, стоит проверить. Возможно, сейчас все включится. Сейчас мы узнаем, сработает или не сработает. Все решится, когда я нажму на эту кнопочку. Либо все, либо ничего. Готовы? Давай-давай-давай-давай-давай-давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, ребят, наконец-то получилось это сделать. Мы уже думали, ничего не получится, потому что там где-то провода, где-то замкнулись, и просто ничего не горело. А теперь горит. Вы не представляете, насколько положительные эмоции я сейчас испытываю. Потому что мы горячились три дня, и не могли ничего сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, пять минут, и чтобы ничего здесь не было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, потому что операция будет безопасна. Ничего подобного здесь не должно быть. В общем, ничего нового. Нам, как всегда, все мешает проводить эксперименты. То, что к нам подойдет полицейский, мы вообще никак не могли ожидать. Но самое главное, что мы все-таки успели провести этот эксперимент, и получилось очень круто. Но мы не собираемся на этом останавливаться. И это всего лишь первая часть этого видеоролика. Мы уже начали снимать вторую часть. И во второй части мы попытаемся осветить улицу при помощи картошки. Ну, а видеоролик с картошкой мы выложим тогда, когда этот видеоролик наберет 300 тысяч лайков. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok